Это просто химическая атака. Как должны люди дышать? Как они должны выживать? Куда мы должны бежать из родного города? На горизонте вы видите испарение серы. Это бомба на долгие годы. Звонит, угрожает, что меня посадят за такие лести, что я пытаюсь что-то там добиться от правительства. Высок, чистый воздух! В черте города Сибаи в республике Башкортостан уже несколько месяцев горит один из самых глубоких карьеров в мире. Его глубина более 500 метров, а диаметр 2 километра. Почти со всех сторон карьер окружен жилыми домами. Выбросы серы с заброшенного карьера отравляют воздух и воду в городе. Основных полезных компонентов в этом карьере, в этом месторождении это перит и халькоперит. Перит – это серный колсидант, который имеет свойство загораться. Выделяется двуокись серы, сернистый газ вот этот, который является очень сильным раздражителем, мы видим и канцерогеном, все что угодно. Это очень неприятный газ. Задымление катастрофическое вообще, сибаи. Для населения, для детей это вообще плохо. Серая, но серная кислота она в организме уже остается. Я утром проснулась, в квартире запах. Вы представляете, какие были выбросы или как это назвать, горение вот этой руды, что даже в городе до четвертого этажа дошло? Кашель. Когда сильное задымление, в груди боли бывают. У меня до сих пор вроде все болит. Глаза слезились сильно, нос вообще горел. Мэр города Рустамовзалов пообещал в кратчайшие сроки решить проблему. Но этого так и не произошло. В середине января город снова окутал серный смог. На местном уровне мы пытались решить, ответа мы не получили. Добрый день, Владимир Владимирович. Мы, население города Сибая, обращаемся к вам в связи с экологической проблемой в городе. Карьер загородили лет пять назад. Он загорелся у нас. От нас все скрывали. Мой муж 9 лет отработал в шахте. Его напарник погиб, как вы все слышали. У нас здесь большие нарушения идут в шахте. Я этого не боюсь и буду заявлять. Это просто химическая атака. Как тут должны люди дышать, как они должны выживать, куда мы должны бежать из родного города. От центра Сибая до карьера ехать 15 минут. Живой район Золота находится всего в 500 метрах от отвала карьера. Сейчас я нахожусь в поселке Золото возле отвала. Это не карьер, это отвал. На горизонте вы видите испарение серы. И когда тушат карьер и говорят нам об этом. Они не говорят, что горят отвалы. И именно эти отвалы и этот карьер в комплексе создают это химическое облако, которое потом распространяется в город Сибай и по всем поселкам окрестным. Сегодня из поселка Золото эвакуировали детей в детский сад Сибая. Но какой смысл эвакуировать детей из одного района в другой, когда они потом идут домой? Вот эти вот все отвалы, они тоже насыщены сульфидами. Они насыщены тяжелыми металлами. Это все результаты окисления, растворения металлов проникают в подземные воды, в питьевые воды. Это бомба на долгие годы, так сказать. Есть постановление, где признают вину мэра города о том, что в течение двух месяцев они не информировали народ. Вот это так и есть. Мы не знали. У нас сначала говорили, что это туман, потом говорили, есть смог, но ПДК в норме. Превышения ПДК нету. Первое время, конечно, тяжело было, когда все горело и дышать нечем было. Последний раз было превышение, когда 38, я даже не почувствовала. Вот честное слово, даже не почувствовала. Я говорю, а когда я его чувствовала, сколько интересно было? Вот мне вот вопрос, интересно вот это, когда все бело и дело было, тогда же не снимали еще показания? ПДК, оно установлено, вот эти цифры написаны кровью, потому что это предельно допустимая концентрация. И говорить о том, а насколько можно превышать ПДК? Да нельзя превышать. Любое превышение ПДК это преступление. Вот, собственно, и все. Ну, 37, значит, если долго будут дышать, умрет 100 человек, а если 20, ну умрет 80 человек, а если в 5 раз, то умрет 60 человек. Ну, это вам, о чем это говорит? Да ни о чем, о том, что предельно допустимое превышать нельзя. Экологический пост, это у Бога, что она ошиблась. Это несанкционированная съемочка, пожалуйста, меня никто ни о чем не предупреждал. Снимать не надо. Порядка. Конечно, значит, капиталист современный, российский, конечно, он не хочет ничего делать, только гребсти. Ему плевать, что дальше, у него дети за границей. И ему эта страна, чем хуже, тем лучше. Ну вот. Другое дело есть, наверное, политическая воля. Это все-таки наша страна. Это наши люди. Это люди своим трудом создавали вот то богатство, которое мы сейчас имеем, и на которое у нас живет вся страна еще. Ну вот. Поэтому надо что-то делать. Если надо, мы сколько? Открыли карьеру, по-моему, в 1939 году. С тех пор он бесконечно работал. Круглогодично, круглосуточно. Тут добывали и золото, и медь, главным образом, цинк, серу. Но сколько отсюда взяли из Сибаи, сколько от башкирской вот этой точки, сколько оттянули капитала. Ну, наверное, можем поделиться и сейчас сделать, заткнуть. Но для этого пока дорого. Привез обращение президенту Российской Федерации и за подписями граждан города Сибаи. Цели я своего добьюсь только после того, как в нашем городе исчезнет злопощадный смог, который травит тысячами людей. И основная не моя цель, это наша цель добиться свежего воздуха и чтобы власти обратили на нас внимание. Вот этот, извините, во-первых, козел, да, стоит у меня на площади, на нашей площади, на нашей Сибаиской площади, да, и готовит обращение к кому? К главному человеку нашей страны. Вот его, с его рожей, да, уголовной, да, такой-то непонятный инскремент, да, вышел. И это делать, мы должны вообще это пресекать. Номера скрытые звонят, угрожают, что меня посадят за такие действия, то, что я пытаюсь что-то там добиться от правительства. На сегодняшний день я, Ильшат Муртазин, житель города Сибаи, республики Башкортостан. Боюсь за свою жизнь, за жизнь своих родных. И кто может, я бы попросил помощи. Мама в слезах, маме угрожает, угрожает, что меня посадят. Маме открытым текстом сказали, был бы человек, статья найдется. Обращаясь к народу республики Башкортостан и России, ваша поддержка очень важна в такой ситуации, потому что правительство в лицо смеется и замалчивает эту проблему. Вот перед вами Сера, вы видите, как она парит. И это не вранье. Мы могли бы сделать очень хорошее, даже, можно сказать, геополитическое действие. Дело в том, что карьер Сибаи, он, по-моему, лет четвертый, ну, где-то в пятерку самых глубоких, самых больших карьеров мира. И вообще, меридишь дальше, что с ними делать. Ну, давайте мы зацепим его, первую будем. И пускай они круглые сутки назад возвращают то, что изъяли из Матушки-Земли. За полгода можно забить его, этот карьер, и забыть о нем. Сделать рекультивацию, и будет город-сад на этом месте. Навсегда. Да. Субтитры создавал DimaTorzok